Ты, верно, не в себе. Обед хороший, славное вино, а ты сидишь и хмуришься. Признаться, варяй ты меня тревожить. Реквен? Давно ли сочиняешь? Недели три, но странный случай, не сказал тебе? Нет. Так слушай, недели три тому повернулся поздно я домой. Сказали мне, что приходил за мной кто-то. Все ночи я думал, кто бы это был, что его мне. Но завтра тот же заходил и застал опять меня. На этот день играл я на пол с моим мальчишкой. Вдруг кликнули меня и вышел. Человек, одетый в черном, еще поклонивший заказал мне реквием и скрылся. И сел туда в чаже и стал писать. С тех пор за мной не приходил мой черный человек, а я и рад. Ведь же я расстаться с ним, хотя почти готов к реквием. Но я не смысла признаться в этом. И черный. Ни день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мной, как тень, он гонится. И сейчас мне кажется, что он с нами сам в третей сидит. Что за ребячий страх? Расмей, рассей пустую думу. Мне Бомарша сказывал. Как только братья Солерия к тебе черные мысли придут, откупори шампанского бутылку и причти Женебу Фигаро. Да. Иди, Бомарше, тебе был приятель. Ты для него тараро сочинил. Вещь славную, там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла, ла-ла. Ах, правда ли Солерия, что Бомарше кого-то отравил? Нет, уж слишком он смешон был для такого ремесла. За здоровье, друг. За искренний союз связующего царта Солерия. Постой, постой, постой. Ты выпил без меня? Довольно. Сыт я. Слушай же, Солерия, молеквием. Солерия, молеквием.